Для начала мы разберем типичные ошибки школьников. Как выявлялись типичные ошибки школьников? Но сначала мы подняли переписку членов жюри за прошлый год и посмотрели, что мы больше всего обсуждали. И потом посмотрели на сайт наш, в таблице результатов, какие работы, то есть какие задачи имеют больше всего попыток, но самый низкий средний балл среди тех, кто их пытался решать. Итак, мы поняли, какие задачи выделить и какие задачи обсудить. Типичные ошибки мы разделили на несколько групп и про все расскажем. В конце поговорю немного о том, чего я, как составитель задач, хотел бы от детей, которые приходят, чтобы нам было с ними проще взаимодействовать. Но у вас опыт преподавания значительно больше, чем у меня, поэтому я верю, что в каких-то моментах вы лучше знаете, чего хотят и умеют школьники. Поэтому я верю, что у нас получится интересное конструктивное взаимодействие в этом вопросе. Как всегда, напрягаться копированием себе презентации не нужно. Она открыта, доступна для скачивания в конце. Ну, либо вы уже себе ее скачали, тогда можно будет прям параллельно со мной следить за тем, что происходит, либо эту ссылку я продублирую еще раз в конце. Вот. А мы начнем, пожалуй, с задач, где надо было что-то большее, чем привести один ответ. Потому что с такими задачами у школьников проблемы. Когда, ну, например, нужно найти наименьшее число поворотов, например, которые нужно сделать, протягивая нитку через гвоздики. И вообще говоря, решение этой задачи состоит из двух частей. Первым делом мы говорим, что мы вот умеем делать столько-то поворотов, а вторая обязательная часть, без которой, добрый день, без которой полный балл, в общем, не ставится, это объяснить, почему меньшее количество поворотов сделать нельзя. И решение этой задачи, оно такое. Во-первых, поворотов 12. Как этого добиться? Ну, самым простым и очевидным способом вопрос в том, почему нельзя меньше, и как это объяснить на понятном языке. Ну, давайте заметим следующее, что у нас 7 рядов гвоздиков, и в одном мы начинаем, в другом заканчиваем. Либо в одном и том же. Но и то, и другое, на самом деле, даст один и тот же подсчет. И во всех остальных, во все остальные ряды мы должны войти, мы должны выйти. И то, и другое дает по повороту. Поэтому в каждом горизонтальном ряду, кроме разве что двух, будет по два поворота. Если мы начали в одном, закончили в другом. Если начали и вернулись обратно, то во всех будет по два, кроме этого ряда. Поэтому получается очевидная верхняя оценка 12. Чего? Нижняя. Нижняя оценка 12. И мы ее научились достигать этим примером. То есть, с одной стороны у нас пример, с другой стороны объяснение. И вот школьники, конечно, приводили и такой пример, и можно просто по кругу все обойти, тоже будет 12. И очень мало кто писал вот это очень простое соображение, что они действительно добились лучшего результата, который возможен. Следующая задача. Есть страна. Ну, значит, условия очень сильно порезаны, потому что они в оригинале подлиннее. Вот отсюда я убрал название городов, но суть задачи осталась. Пять городов, из каждого шесть рейсов. Либо внутри страны, либо международных. Вопрос, почему вдруг за границей страны летает четное число рейсов. Что делали школьники очень часто? И почему они очень неправы? Они приводили какой-то один пример, как распихать эти рейсы. Ну, например, соединить все города по одному. То есть все возможные города соединить рейсом, а все лишнее выкинуть за границу. И тогда получалось четное количество международных. Но понятно, что это не решение задачи, потому что они брали какой-то конкретный пример и говорили, ну вот на примере все хорошо. При том, что понятно, что в той же России не все города соединены прямыми рейсами. Из Петербурга в Владивосток вы не долетите, к сожалению. Поэтому решение задачи на самом деле выглядит так. Посмотрим на внутренний рейс. Он начинается в стране, он заканчивается в стране. Посмотрим на международный, он начинается в стране, заканчивается где-то. Заметим, что так как у нас 5 городов по 6 рейсов из каждого, то концов у нас 30. И это число 30 получается как дважды внутренний плюс международный. Вот это четное, это четное, значит это тоже четное. Решение. Да. И это опять же о том, что не надо зацикливаться на одном примере, даже если он кажется оптимальным и правильным, а нужно именно рассматривать общий случай. Хорошо. Следующая задача в этой же серии была о том, что давайте определим очень странное сложение. Был один эмористический скетч, где сложение определялось именно так. И вопрос, а бывает ли так, что результат обычного сложения строго... Строго... А, все. Умри, пожалуйста, отсюда. Так, слушайте, что это за синий? Все. Значит, что такое? Господи, все, лесом. Значит, бывает ли так, что результат обычного сложения больше, чем результат нашего, ну, при том, что на всякий случай оба числа не нули? Вроде как нет. Наверное, можно как-то помахать руками, сказать, что число с этой стороны получается длиннее, с этой короче, а более длинное число не бывает меньше. Но это не решение. Есть очень простое доказательство, ну, такое, что заметим, что когда мы прибавляем число вот с таким значком, мы домножаем его на какую-то степень десятки, которая, скорее всего, не нулевая, потому что q не 0. Да даже если 0, все равно тут степень десятки будет хотя бы 1. Она строго больше, чем единица, которая стоит в этой части неравенства. Вот. То есть, опять же, задача решается в одну строчку, но эту одну строчку надо придумать. Следующая задача из этой же серии, опять же, где там школьники честно рисовали правильный пример хоровода, и на самом деле других хороводов быть не может, но не объясняли, почему так. Давайте задумаемся. Что говорит задача? У нас есть хоровод, имеющий форму восьмерки. Значит, это значит, что везде у каждого товарища в хороводе 2 соседа, а посередине 4. Известно, что крабы держатся только за пауков. Вопрос в том, кто стоит в центре. Ну, давайте сделаем так. Возьмем и разрежем восьмерку посередине. Продублируем товарища, который стоит в центре, то есть получим что-то вот такое. В одном случае мы продублировали краба, стало 19 на 17. В другом случае паука, стало 18 на 18. Теперь следующее простое соображение, что раз уж все крабы держатся только за пауков, то все лапки крабов, а в этом хороводе у каждого краба ровно по 2 активных лапки, держатся за пауков. Значит, лапок у крабов не больше, чем у лапок у пауков. Теперь посмотрим на те две ситуации, которые у нас получились. Заметим, что первая не подходит под эти неравенства, а вторая подходит. Значит, мы продублировали паука. Успех. То есть задача решается даже без рисования картинки, как это ни парадоксально. Но я хорошо помню красивую восьмерку с 35 кружочками, нарисованную какой-то из участниц. Мы даже, помню, отбавили ей за это балл. Но опять же, значит, решение заключается в приведении примера и доказательстве, что других примеров нет. То есть примеров, меняющих ответ нет. Так, отлично. И давайте мы перейдем к следующему типу ошибок, когда школьники просто не читают условия. Или читают условия, но не понимают, что в нем происходит. Итак, задача. Есть ведро. В него положили краситель. Размешали, вылили 4 литра. Далили чистой водой. Размешали опять. А на второй день вылили 2, далили 2, размешали. Снова вылили 2, далили 2 чистой воды, размешали. Вопрос, когда был более концентрированный раствор, когда менее концентрированный. В оба дня ведро покинуло 4 литра чего-либо. То есть здесь вылили 4 сразу, а здесь вылили 2,2. Но школьники пишут, что ответ осталось одинаковое количество красителей. Это, конечно, не так. Почему? Потому что в первый день, понятно, осталось 0,6 от всего красителя, который был изначально. А во второй день мы сначала оставили 0,8, потому что вылили 2 литра. А во второй раз мы выливали уже не изначальной концентрации раствора, а что-то более разбавленное. Поэтому мы потеряли меньше красителя, получив итоговую концентрацию 0,64. Были несколько школьников, которые именно вот так и написали. То есть вот строго умножив 0,8 на 0,8. Они получили свой высокий балл. Но либо писали, что одинаковое количество красителя останется. Это просто заведомо неправда. Либо писали про менее концентрированный раствор, получали там половинный балл, потому что мысль верная. Даже, может, полный. Я уже не помню. Ну, хороший балл, потому что мысль верная, но немножко не доведена до конца. И у меня лично есть самая любимая ошибка, на которую я провоцировал школьников. Потому что задача как бы простая и очевидная. Но школьники велись. Значит, смотрите. Есть транспортер, по нему едут 2 куба. Размер каждого 5. Расстояние между ними 10. Потом они резко... Ну, то есть здесь кончается один транспортер лентой. Начинается в два раза более длинная. Они сначала один, потом другой перескакивают на более быструю ленту. Вопрос, каково будет расстояние между ними. Понятно, что что-то в этой задаче надо умножить на 2. Но вот не то, что кажется на первый взгляд. Почему? Потому что... Давайте заметим, что положение куба определяется его передней точкой. То есть нам не важно, что за ней следует. И поэтому нужно умножать на 2 расстояние между одинаковыми точками куба по значению. А не между ближайшими. Ну, если у вас есть какая-нибудь вот такая функция, то ее период — это вот это расстояние, а не вот это. Хотя вот эти точки выглядят похожими. Так же и здесь. Скажем, если бы лента просто... Ну, если бы они перескакивали на стоячую ленту, просто на стол, то, по идее, они должны были показаться один внутри другого. То есть расстояние между одинаково ведущимися точками должно было сократиться до нуля. Вот. Поэтому ответ на эту задачу не 20, а 25. Да, ну, да, вы, конечно, правы, я не умею рисовать. Вот тут, вот тут правильно. Значит, поэтому ответ 25. А не 20, при том, что задача... Потому что, смотрите, вот это расстояние 15. 10 плюс 5. Мы умножаем его на 2, а потом вычитаем длину кубика. Вот. Ну, вот я написал. Хорошо. А, вроде все. Следующий тип задач, когда школьники решают какую-то абстрактную проблему, не понимая, что она на самом деле как-то связана с жизнью. И, наверное, ну, по крайней мере, величины и их размерности должны как-то соответствовать друг другу. Ну, вот задача. Очень просто максимально прозрачная. Что делает школьник? Он делит 400 на 10. Зачем? Понятно, что нужно перевести километры в час, в метры в секунду. Понятно, что решение будет такое. Если честно, поделить все эти... Ну, вот, понятно, при перемножении здесь размерности получится как раз... Что там? Секунда на метр, по-моему. Короче, нет, как раз метр в секунду и получится. Ну, вот, главное следить за тем, чтобы размерность сходилась. Потому что делить метры на километры в час не дает никакого хорошего результата. Вот. Ну, и еще нужно следить за тем, что 400 метров — это какое-то довольно жизненное расстояние, как от дома до магазина. И 10 км в час тоже жизненная скорость, медленный бег. И поэтому цифра в 2 минуты должна говорить, что да, все нормально. В жизни так и есть. Если там ты получаешь 2 часа или 10 секунд, то, наверное, при таких входных данных нужно заподозрить подвох. Еще одна самая просто фантастическая ошибка на всей Олимпиаде. Задача очень простая. Мы хотим дату в году представлять, как время на часах. Ну, какие из дат в году являются законным временем на часах. 19 июня в 19.06, 28 ноября сегодня. А, да, 28 часов не бывает в сутках. Вот. При этом разворачивать дату нельзя. И мы в переписку писали, какой самый большой ответ на эту задачу мы получили. Сначала мы получали в нескольких работах 7 тысяч дней в году. Мы немножечко опешили. Потом кто-то нашел 8 тысяч. Мы еще больше опешили. Потом один из проверяющих написал 21 тысяча дней в году. Один из которых 59 мая. Мы задумались. Не поняли, что происходит. Значит, решение, ну, я думаю, все и так поняли. Следующий пункт задачи был как раз про то, а что будет, если мы имеем право разворачивать дату. То есть писать сначала месяц, потом число. Но тогда ответ весь год. Потому что месяц не бывает больше 12, а день больше 31. Хорошо. Следующая задача, она очень про жизнь. Значит, личное мое мнение заключается в том, что есть, ну, оно, кто-то с ним не согласится, но, короче, есть вещи, в которых очень трудно ориентироваться. Например, это там размеры земли, часовые пояса и все такое. И вот в них я лично стараюсь детям не врать. Потому что если ты однажды скажешь ребенку, что в Пекине время еще, а в Москве уже, он так и запомнит. И мы до сих пор, ну, я до сих пор путаю в часовых поясах. И в том, как это все устроено. А уж ребенок-то на всю жизнь получит неверный ориентир. Что грустно. Так вот, здесь задача, значит, определение метра взято из Википедии. Темп используется реально в спорте, бегунами, ориентировщиками и всеми-всеми-всеми. Там темп 5 минут на километр. Вопрос, ну, задача, опять же, просто чуть более извращенный подсчет, чем какие-то типичные задачи на движение из школы. Да, дети делали две ошибки. Во-первых, следует понимать, что 40 тысяч километров — это весь охват Земли, а не его половина. В частности, длина парижского меридиана — это одна долгота и вторая долгота. Но это первое. Несколько людей ошиблось так, но это мы более-менее прощали. И второе — в минуте не 100 секунд. И это мы не прощали. Решение совершенно прозрачное, если внимательно прочитать условия. Хорошо. И следующее, что я хотел сказать, что соображения там здравого смысла и каких-то реалистичных величин, они могут подвести иногда. Ну, например, такая задача. Заведомо странная, где велосипедисты идут в поход и едят, ну, и масса обеда, которую они едят, увеличивается с тем, какой груз они везут. Причем увеличивается очень простым способом. Если ты вез 10 килограммов, то ты ешь один. Это одна из самых сложных задач восьмого класса. В общем, ответ там такой. Если аккуратно его посчитать страшный. Это примерно 400, в общем. И если задуматься, то окажется, что на первом обеде все съедают 60 килограммов еды, а на последнем 2. Что, в общем, слабо согласуется с жизнью, но тем не менее в условиях задачи оказывается верным ответом. Поэтому в том, чтобы полагаться на какую-то естественность, нужно тоже быть осторожным. Следующий тип ошибок и последний на сегодня. Так, ну я опять быстрее как-то иду. Ну, может быть, вам и понравится, если мы вас пораньше отпустим. Задача такая. Есть кафе, в котором несколько стульев. Все стулья с четырьмя ножками. Если подпилить у стула хотя бы две ножки, он упадет с утра под весом посетителя. Если мы подпиливаем ножки вслепую, то сколько нужно подпилить, чтобы гарантированно завалить M стульев? И вот здесь возникает вопрос, что такое гарантированно? Как мы его понимаем? Ну, то есть, как мы его понимаем, понятно, как согласовать его с подсчетами? Например, ответ на задачу точно не 2M. Потому что, ну пусть там, не знаю, давайте на конкретном примере скажем, что это неверно. Пусть мы подпилили 200 ножек, но так как мы делали это вслепую, мы могли просто взять 100 стульев, 200 стульев и подпилить у каждого по одной ножке. И с утра никто не упадет. Поэтому это плохое гарантированно. Смотрите. Во-первых, мы можем безболезненно подпилить по одной ножке у всех стульев. И никто с утра не упадет. Во-вторых, ну это такая интуиция, более строгое решение написано в разборе. Если мы возьмем M стульев, которые должны упасть, то... Добрый день. Для того, чтобы они упали, нужно подпилить две ножки у них. Но если мы подпилим больше, то мы сделаем себе хуже, потому что, ну, эти подпилы будут впустую. Они не дадут никакого реального эффекта с утра. Но мы потратим лишние подпиливания. Их тоже нужно учитывать. Поэтому у всех стульев, кроме одного, которые должны упасть, мы можем подпилить все четыре ножки. А вот у последнего стула, если мы подпилим все ножки, эти подпилы уже откровенно будут лишними. Поэтому ответ, он вот такой, ну и в разборе, который мы, надеюсь, до Нового года опубликуем, там написано строгое доказательство, почему, типа, обязательно при таком количестве ножек упадет M стульев, как бы эти подпилы не были расположены среди стульев. Значит, следующая задача, тоже очень популярная ошибка в задачах на разрезание. И я знаю, что школьники очень любят такую ошибку делать, что когда их просят разрезать фигуру на несколько равных, эта задача была в прошлый раз, да, они начинают резать на равные по площади. То есть, типа, одна на пять из пяти клеточек состоит, другая из пяти клеточек состоит. Но это не определение равных фигур. Все-таки равные фигуры должны совпадать при каком-то там движении плоскости. Вращение, отражение возможно. И это очень важно. Следующая задача про игры. Ее не было в прошлый раз, мы другие игры разбирали. Значит, есть прямоугольник 5 на 2018, длинный, с четной длиной длинной стороны, и двое по очереди вырезают из него вот такую фигуру высотой в пять клеток. Вопрос, у кого из игроков есть выигрышная стратегия, то есть кто из них вне зависимости, смотря на то, какие ходы делает его противник, при любой последовательности ходов его противника умеет доводить противника до ситуации, когда тот не может сделать ход. Видимо, такое строгое определение выигрышной стратегии. То есть мы смотрим и ориентируемся на действия соперника, но не знаем, какие именно он сделает. Он не должен, скорее всего, он не будет нам поддаваться, скорее всего, он не будет делать те ходы, которые для него наиболее выгодны. Он просто будет как-то ходить. Мы должны уметь на его ходы отвечать. Что делали школьники? Не в массе своей, но работ 5 таких, наверное, было. Они говорили, возьмем площадь прямоугольника, поделим ее на площадь фигуры. Получится то ли четное число, то ли нечетное, какой-то остаток. И, в общем, по четности числа, которые мы получили, как неполное и частное, выясним, кто победит и какое количество ходов можно сделать. Почему это не решение, понятно. Потому что, ну, в крайнем случае, если после какого-то хода осталось 8 клеток, раскиданных как-то совершенно случайно, по доске в разные места, ход сделать нельзя. Поэтому нужна какая-то содержательная стратегия для кого-то из игроков. И, ну, стратегия какая? Я утверждаю, что побеждает первый игрок. Вне зависимости от того, чтобы делать второй. Как он побеждает? Возьмем доску, проведем линию симметрии, потому что она четной ширины. Поставим эту фигуру в середине. И заметим, что получилось два совершенно одинаковых куска. То есть, вот этот повернуть, и он будет повторно. И он будет повторять левый. Ну, хорошо. Теперь второй игрок ходит первым. И если он вырезает фигуру из одного из кусочков, то мы из оставшегося куска на том же месте вырезаем эту же фигуру. Таким образом, мы поддерживаем он вариант, что после нашего хода остаются две одинаковых конфигурации. Это значит, что если второй из этой оставшейся конфигурации что-то вырезал, то и для нас там осталось место. И это стратегия, позволяющая выиграть первому игроку. Я не помню, честно не помню, какое там частное и кто побеждает из соображений 2018 9 на 8. Но это и не нужно. Мы не засчитываем этот ответ по естественным причинам. Вот стратегия. Довольно прозрачная. Так, ну теперь давайте вкратце о том, что, чего мы хотим от идеального участника в вакууме. Значит, мы хотим, я не знаю, вы можете сказать мне правомерно или нет, мы этого хотим. Но первое, если в задаче спрашивается, можно ли что-то сделать, то ответ «да» подразумевает пример, когда это можно сделать. Ответ «нет» подразумевает объяснение, аргументированное и последовательное. Почему нельзя? Либо полный перебор того, что мы вообще можем сделать, либо какие-то более продвинутые соображения об инвариантах, которые нам не позволяют осуществить нашу задумку. И с обратной стороны задачи типа «всегда ли?» Если что-то выполнено «всегда», то мы должны это доказать. Если не «всегда», то мы должны привести пример, когда это не выполнено. Эти задачи немножечко противоположны друг другу. Следующее, что мы хотим, чтобы ребенок умел понимать, что значит «не то, чего он хочет». То есть нужно уметь строить отрицание. У нас была целая задача на то, чтобы уметь строить отрицание. Но это вот к первому и второму пункту тоже. Если утверждение, что для всякого объекта верно что-то, то либо мы доказываем, что для всякого, либо мы говорим, что мы найдем такой объект, для которого это неверно. И то же самое в обратном случае. Отрицание существования объекта — это типа то, что для всякого выполнено отрицание того, чего мы хотим. Четвертое, то, о чем я говорил в начале презентации, продолжив в середине и заканчиваю в конце, это то, что нужно уметь доказывать. Вот вроде как из всех школьных предметов, как по моим воспоминаниям, геометрия в первую очередь это прокачивается, что доказательство — это по шагам проведенное рассуждение, где каждый шаг обоснован, и рассуждение объясняет утверждение, которое претендует на то, чтобы быть верным. И, как я говорил в начале, это не объяснение, почему то, что должно быть верно всегда, верно на данном примере, который вы придумали, и находите подходящее. И напоследок, ну, то есть не напоследок, мы еще что-то расскажем, это очень быстро, что главное при решении задачи — получить результат, который соответствует ее условиям, а не применить какие-то клише, которые, возможно, были в школе и якобы подходят под задачи похожего типа. То есть та же задача про игру, да? Естественная мысль — что-то там поделить, потому что вроде как деление, оно отвечает за вырезание каких-то фигур из какой-то площади. Нет. Такой алгоритм, который может показаться школьнику привычным, здесь не работает. Работает что-то очень странное, чего он может побояться, но что реально соответствует задачам. То есть, короче, новые методы — это не то, что должно быть странно школьнику. И страшно. Вот. В частности, есть какие-то задачи, которые придумываются по принципу «Ну вот-вот есть объект, посмотрите на него, поймите про него что-нибудь». Очевидно, что такое исследование объекта, оно не прямо наследуется по методике школьной программы. Значит, что делать со школьниками? То есть, наверное, я должен дать им какие-то советы. Значит, идея такая, если начать со школьником заниматься олимпиадной математикой, вот как следует, то он очень быстро вырастет из математики нон-стоп. Ну, оно и хорошо пойдет, напишет городскую олимпиаду, региональную, всероссийскую, поступит в универ и будет вести счастливую жизнь математикам. То есть, это хорошая перспектива, да. А если тренировать школьников специально для математики нон-стоп, ну, во-первых, мы быстро пресечем это и отправим всех писать профильный вариант. А во-вторых, ну, придумаем какие-нибудь другие задачи. Там вся империя порушится. И, короче, главный принцип — это то, что точно сработает, точно не позволит проиграть. Это общее развитие школьников в том плане, что если школьник умеет там рассуждать, написать длинное доказательство, не побоявшись истереть ручку, то это гарантирует хороший результат, потому что он хороший математик. Вот. В частности, что значит высказать сложную мысль? В каких таких задачах бывает сложная мысль? Ну, вот мы взяли пример из совсем старой олимпиады 2011 года, когда она еще была для девятых классов. Задача очень тоже прозрачная по формулировке. Найти наименьшее число, которое можно представить в виде суммы трех чисел, причем числа не повторяются на протяжении всего равенства. Давайте попробуем сделать все, что происходит в этой задаче, как можно более маленьким. Возьмем, сложим два равенства, получим, что число 2х получается как сумма шести чисел. Заметим, что если мы возьмем самые маленькие числа, то мы получим нечетную сумму. То есть самые маленькие числа из натуральных на роли АБЦДФ не претендуют. Мы должны увеличить правую часть равенства хотя бы на 1, чтобы, по крайней мере, иметь шанс на то, что все сойдется, как нам надо. Если мы увеличим на 1, здесь сделаем не 21, а 22, то есть х равен 11, то все получится. И ребенок, который пришел на Олимпиаду, от него ожидается, что он вот это напишет. И типа не побоится написать какую-то связанную мысль, которую, ну, наверное, можно записать формулой, но фишка в том, что не нужно. Так, и вроде как это все. А, нет, не все. Собственно, что такое подготовка к Олимпиадам всерьез? То есть из чего состоит программа любого маломальски математического кружка? Ну, вот какие-то базовые темы я выписал. То есть не базовые, они просто стандартные для всех Олимпиадных задач, которые есть. Там проходятся на втором, на третьем году обучения, в любом кружке, будь то 2, 3, 9, фрактал или ЕМШ. Принцип Дерихлей, делимость в разных ее аспектах, что-то, что не меняется при ходах каких-то, в частности раскраске, игры. И примеры игр я приводил, что такое стратегии объяснял. Матиндукция, но это более поздняя вещь, уже в более старших классах. И какая-то комбинаторика, и кроме того свойства вот этих чисел, что они там довольно часто чертные, довольно часто делятся на 3 и так далее. То есть мы стараемся как-то очень на входном уровне использовать эти вещи в задачах, потому что рано или поздно задача будет использовать, что одно число делится на другое, либо что предметов не хватает для того, чтобы заполнить все отверстия. Но настоящие кружки, поэтому всерьез работают. И это ну хорошо, дети вот знают это все. В школе это может быть. В школе что-то из этого тоже проходит. Как минимум я помню вот эти вещи. Короче, ну то есть это именно серьезная подготовка к Олимпиадам. Она так работает. Это не то, что я рекомендую для просто участия в математике нон-стоп, это то, что я рекомендую именно для участия в приличных Олимпиадах, что тоже есть добро. Да, и городские, и ЮМШ, и все что угодно. Редактор субтитров А.Семкин